Этот экзамен пробный, но вход строго по спискам и паспортам. Софья Кудрявцева 11-классница. Китайский учит с пятого. Считает, это один из самых востребованных языков Приморья. Сейчас же развивается Дальний Восток и связи с Китаем сейчас налаживаются. Поэтому я считаю, китайский очень важен. Как для нас, для жителей Владивостока, мы же всегда с ними контактируем. ЕГЭ по-китайскому проводят впервые в России. В эксперименте принимает участие почти 600 школьников из Владивостока. С восьмого по одиннадцатый класс. Специальную подготовку никто не проходил. Что прислали в конвертах из Москвы, сюрприз даже для учителей. К сожалению, у нас нет одного учебника для школ города. Мы занимаемся по разным учебникам, по разным научным пособиям, по учебным пособиям. Поэтому трудно сказать, какой уровень требований сегодня выдвигается на апропорции этом экзамене. Для ЕГЭ понимать иероглифы мало. Необходимо на китайском говорить. Как и другие иностранные языки, этот сдают в два этапа. Письменно и по желанию устно. Правда, на 13-минутный разговор с компьютером мало кто согласился. Лишь десятая часть школьников, по словам учителей, испугались. Кто как готовится, это тоже многое значит для того, чтобы сдать экзамены. Сегодня очень многое зависит не сколько, скажем так, от учителя, сколько от ученика. Если ученик выбирает экзамен, он должен для него быть готов. Результаты пробного ЕГЭ будут известны через месяц. На итоговые оценки учеников они не повлияют. Но это только пока. В 2016-м Миноборнауки планируют включить китайский в перечень предметов для сдачи. А это значит, что у желающих поступить на Восточный факультет появится новый экзамен.